всем привет я нахожусь на террасе мы скоро собираемся ехать в магазин с продуктами так вот сейчас не про это в прошлом блоге я советовала у кого плохо работает youtube скачать vpn и через vpn смотреть и вот такой вот комментарий поступил чем человек переживает что я обманываю насчет монетизации да то есть всем прекрасно понимаем что vpn ведет к увеличению заработка на ю тубе так вот хочу рассекреть от скрин страницы видите что написано монетизация на канале приостановлено создать или подключить аккаунт оцен с новой на то есть чтобы подключить монетизацию нужно что сделать новый оцен и сделать это в россии невозможно если я полечу даже просто в другую страну я не смогу создать оценз как турист обязательно нужно нужен договор там не знаю карта банка то есть нужно быть гражданином той страны просто так оценз не сделать вот поэтому для тех кто переживает что блогера обманывают и просят через vpn смотреть не просто так девочки монетизации на канале приостановлено знаете если словил на мысль что я постоянно оправдываюсь постоянно мне вот вы пишете что-то я пытаюсь оправдаться пытаюсь доказать что вот я не обманываю я вот еще не понимаю почему я перед вами отчитываюсь просто постоянно оправдываюсь вообще вот просто хера ли я оправдываю хороший вопрос или мы ехали увидеть яблоко растет смотрите сколько яблоко валяется почем зря а мы ходим шарлотку чем а можно их есть вкусно короче у нас больше орлотка кисленькая но надо пакет нам взять добыча наша то ладно да нам хватит а а если вдруг мало мы еще придем да боня это наш улов вообще маленький мы такие подумали это яблочки маленькие ну ладно если что завтра туда опять загоняем очень вкусные катя сказал это самые вкусные яблоки вкуснее чем в магазине ну так вот и все это природа нам дает я не поняла а ну-ка помню говорил или нет начала я смотреть сериал точнее первый сезон уже досмотрела тут три сезона сериал называется убийство на пляже очень мне понравился как я люблю расследование убийства по крайней мере первый сезон мне понравился вот сейчас буду начинать смотреть второй сезон давненько не смотрела сериалы вот включила понравилось где тут еще выкладываю шорты для тех кто пропускает эти мини ролики то можете посмотреть тоже потому что статистика показывает что больше по моему 60 или 70 процентов смотрят не подписчики то есть ну в ленту попадают люди смотрят тут у нас ремонт также на канале серёгиным вышел обзор квартиры просто легкий контент про его деятельность серёга у меня вообще не блогер это больше моя инициатива потому что мне кажется контент очень интересный почему бы и не поснимать и в основном всегда я заставляю его что-то доснять вот потому что он весь в ремонте он весь в работе ему очень некогда заниматься этим но я его заставляю снимает периодически кому интересно то заглядывать у нас отключили электричество полностью нет света это нас мотивировало выйти на улице несмотря на то что у нас сегодня пасмурно дождь такой сейчас нет дождя в общем бадмитон играют вообще то есть у нас нету света нету интернета вообще ничего мы и так лишь бадмитон играем а у меня наконец-то время появилось я буду рисовать свою картину специально взяла ее с собой и три недели прошло на даче я ни разу к ней не прикоснулась но сейчас у меня в планах есть все-таки начать ее рисовать бунька просится единственное что у меня кое-какие краски опять засохли но я надеюсь все таки получится у меня закаты тут конечно шикарные да и небо часто красиво очень мы идем в поисках осетровый луны сегодня за 15 лет должна появиться такая огненная осетровая луна водитель семечки нашла а кто включил нас и не хочет идти смотреть на луну и короче привезла все кроме семечек так ну что мы дошли до луны осетровый какая она красивая полная луна сейчас мы сфоткаем смотрите короче я уже в городе всем привет я не могу не включить камеру это просто серега пришел из барбершопа ну блин я хочу снять твой ну настолько счастливы когда мужчину классно стригут понимаешь подстригли просто супер это не едет мои парикмахерские за 400 рублей не хочет сниматься поснять первую мою реакцию классно подстригли все видите привезли фасады ай по-моему прошлому логе вам показывала уже и забыла или нет вот все делали фасады когда я уже приду в город после дальше я буду заказывать сюда такую же стеновую панель сюда сделаю красивенько будет вот все красота ой баночки мне еще остались банки он ведь приехал в город наводить порядок тут красоту а лично потому что я продолжаю влог я уже в городе как вы поняли прошлый раз из москвы когда мы приехали мне не было времени наводить порядок и вот я приехала готова заниматься бытовыми делами в том числе стиркой мне нужно много чего перестирать потому что москве мы ходили бродили целыми днями гуляли вещи конечно же испачкались и хочу сейчас заняться стиркой кстати перед отъездом я стирала вещи порошком и он оставил мне вот такие вот разводы на одежде представляете это вообще частая проблема особенно если ставить на короткий режим а еще остается грязный кювет стиральной машины у вас такое было вот у меня да вообще конечно кошмар ужас поэтому я выбрала для себя персил color гель который отлично удаляет разные загрязнения и избавит меня от этой проблемы в отличие от порошка персил гель удобно дозировать и он быстро растворяется у геля в два раза более мощная формула чем у порошка вообще это универсальное средство и можно стирать разные типы белья на разных режимах геля персил есть технологии deep clean которая борется со сложными загрязнениями на проблемных местах воротнички и манжеты зона подмышек то что чаще всего не отстирывается что девчонки все постирала я развешиваю тут хочу вам показать что в итоге вышло как видите майка отстиралась все чистенькая белоснежная аромат просто волшебный я люблю когда после стирки вещи пахнут не навязчиво так но при этом приятно то есть никакие кондиционеры тут не нужны носочки мы белоснежные и маска нужно все отстиралась вообще гель потрясающий конечно же ссылочку я на него оставляю в описании переходите покупайте и всем чистоты и короче уже неделю думаю о том как бы отрезать себе волосы опять сделать карен я уже наверное сколько полгода больше наверно вообще отращиваю волосы вот у меня раньше было помните удлиненное коре покажу то есть волосы отращивание вот коробеда здесь это получается столько мне надо будет отстричь но наверное за полгода у меня вот столько отросло вот и сейчас там фотографии для тех кто забыл как я вывели вылежу с удлиненным коре в мире что 5 захотелось не знаю не получается мне отращивать мне кажется длинный волос это вообще не моё а ну так то вроде тоже ничего да я думал оставить так а свой захотелось для меня на коре в общем напишите в комментариях как вы думаете им опять знаете это женская тема отрезать не отрезать оставить не оставить не знаю мучаюсь страдая вот просто записалась через пару дней пойду краситься вот и надо будет решать отрезать или нет вечно эта тема с волосами но хочется отрезать история с соседями это не знаю девчонки это это какая-то какой-то соседская проклятина висит и сейчас вам расскажу дело в том что когда я покупала эту квартиру вообще вот этот дом он я знал точно да что тут как бы ну приличные соседи тут вообще в этом плане строго там чат у нас дай бог как что там сразу жалуются там пишут я потом ну классно да то есть все люди приличные да мы можем надо там читал эти рождения праздновать пошуметь но это там раз в полгода какая такая движуха вот и вот сколько я тут делала ремонт сколько тут жила вот ну недолго но все равно жила и всегда было тихо всегда соседями там здоровым все все классно вот и тут короче начались какие-то странные звуки как будто бы плача ребенка серьезно когда услышала я очень в шоке думаю неужели снова и просто какой-то вой какой-то нытье я вообще не поняла потому что все было тихо спокойно это происходит наверное недели две последние постоянно какой-то бой что такое утром особенно днем постоянно у меня даже мысли такие были да что кто-то берет не за там делает массаж и вот от этого массажа знаете бывает больно люди новые тут это такой стон какой-то даже мысли такие были вдруг кто-то на дому делают массаж и там человек ноет просто и к ним постоянно приходят люди и они все но ну потому что я не могла найти причину ну что это может быть неделю назад я такая выхожу или наоборот да выхожу я из квартиры а у меня с соседкой моей вот мы с ней познакомились еще до этого так случайно тоже пересеклись короче получается что я выхожу из квартиры а она заходит и короче мы с ней столкнул время это делать то наши двери так вот они друг другу мешают обыдок столкнулись поздоровались она наверно по возрасту может быть как я муж чуть помоложе наверно как я ходила не одна а с собакой собака такая молодая она короче забежала в мою квартиру начала бегать носиться когда знаете порода сейчас я вам ставлю фотографию покажу не помню как называется порода вот такая рыжая в общем как лисичка она забежала квартиру начала такая нюхать и у меня тут возникли мысли а вдруг это ноет собака стонет короче как оказалось это действительно это собака я ей всего три месяца она ее недавно купить все совпадает она молодая ну совсем малышка еще ну то смысле она не маленькая ну такая но молодая по возрасту я начала прислушиваться и реально за стенкой моей вот спальни за стенкой вот я вставлю вам покажу эти кадры увеличить звук может быть вы что-то услышите но в живую девочки это просто постоянно ноет собаку напишите в комментариях встречались ли вы когда с такой проблемой когда собака соседская воет чай впервые в жизни слышу чтобы собака вот так вот вывод целыми днями ну видимо хозяева уходит там на работу в общем их нет дома и вот она одна скучает видимо и но это просто вот это я это самого утра начинается и я поняла что теперь мне жить с воющей собакой я не знаю почему мне так не везет кстати если сейчас кто-то хочет знаете упрекнуть меня в том что я шумная соседка что этом танцы устраивают девочки да я могу устроить танцы на кухне но это бывает раз там я не знаю в полугода и мы все равно не шумим у нас колонка работает не так громко вообще не на всю мощность и всегда это контролирую и мы не прыгаем то что вы видите на видео там как мы с мамой пару раз танцевали это музыка снята на камеру да но за кадром мы можем чуть-чуть потанцевать и это не шумно у нас музыка всегда то есть мы контролируем громкость плюс у меня шумоизоляция постели на но короче грубо говоря мы не шумим и не танцуем даже если вдруг у нас какие-то посиделки это бывает редко вот и не доставляет особого шума сосед никаких пьянок гулянок у меня нет и ну и не было никогда даже когда там подруги приходят в гости мы в основном сидим болтаем музыка у нас не орет все как бы прилично тут собака она ноет каждый день ноет с утра до до вечера но видимо пока хозяева не придут вот сейчас не ноет но сейчас уже 6 вечера ерунда и я реально понимаю что с этим но ничего не поделать что хозяева они тоже ничего не могут поделать может быть они вообще даже не в курсе что их собака ноет будет потому что они на работе и в общем жду ваши комментарии напишите были ли у вас такие соседи хвостатые которые были целый день что вы делали вообще стоит ли говорить сосед то вот ваши животные собаки боя пока вас нет очень что в таком случае делать ну что как бы естественно ругаться и не собираюсь я понимаю что это живот я не знаю ну придется вот так вот и жить с этим боем но я просто знаете я когда покупал эту квартиру было так тихо и каждый раз когда я приходила даже там что-то делать по дому квартире грузчика встречала не знали это курьера всегда в квартире было тихо еще думаю на наконец-то наконец-то квартира где ну где соседи не шумные вот у меня дети тоже вообще спокойные мы никогда не бегаем то есть дети не маленькие уже чтобы топать они каждый в своей комнате сидят все хорошо то есть у меня впервые девочки за долгое время будут до дачи жили наверно не 10 у нас квартире такая тишина даже непривычно насколько было тихо спокойно соседи тихий у меня девчонки по разным комнатам такая тишина это просто рай для ушей такой расслабон дети мне наконец девчонки между собой не ругаются вот это просто то о чем я мечтала потому что это главная цель была у меня это продать двушку купить трешку чтобы разъединить детей чтобы у каждого было лично пространство это напряжение когда они жили в одной комнате потому что они бесились друг на друга там гавкали ругали соответственно я тоже это реагировала там вот хватит круга цена хватит кричать хватит обзываться это было постоянно вот сейчас как мы переехали в трешку это девочки это просто такая тишина ну вот и тишину нарушил вои собой прогнозы это вообще у этой породы может быть они воют так может быть у них пройдет потому что он маленький воет скучает да там тоскует по хозяевам в общем напишите через сколько чисто гипотетически это твой собак может пройти чтобы я рассчитывала сколько мне терпеть это даже насе в своей комнате слышит войну не сильно у меня очень сильно потому что видимо вот это за стенкой как раз она там сидит я прям вижу как она сидит одна на диване и другу вот такие дела но надеюсь что все будет хорошо в общем если вдруг вы увидите вот венлабе продается вот такая вот вкусняшка очень похоже на скитлс очень вкусные дрожжи прям катя говорит даже вкуснее чем ну очень наравне со скитлс даже даже вкуснее такие там катюшка пошла я помогать этим криворуке в общем я в машине уснул до сих пор не проснулась посадила серёгу за руль ведь он побрит не хочет серёга с ним помочь мантам шашлычки катю смотри что банка не выберу я вам до сих пор не проснулась и сидела там так сладенько еще купили вот такие вот еще эти пахнет вкусно погода хорошая немножко посаду на хорошем я просто себе купила вино что захотелось вина я вино не пила девочки я не знаю все ли это по моему очень не пила вино не помню что пила вино и все пиво пиво она такой вот знаете слабенько как сок пьешь и нашла для себя идеально пивом я еще не люблю пиво а это такое знаете она ну как сок пьется типа реца вот ягода вишневые лесные ягоды вот себя идеальный напиток от которого почти не пьянешь от второго по моему только в туалет бежать и классно а вот вино она все-таки дает в голову вот решили сегодня закончить сошлычный сезон на такой ночи немножечко веселенький ты как-то бросилась нить уже практически хейтер видимо думают следует алкашка но на самом деле я почти не пью что тут сырой шашлык какой-то это что у меня от мороженого я мороженого надо шашлычника звать что-то как-то сыровато так что осталось пару дней и все и ехать в город буду себя подстригать ой покажи это шоколадная это которая крепкая я же сейчас умру от него остукнуться первый глоток над шашлыком вот это девчонки вы сколько настоят круче около 100 рублей вот такая вот бутылка шоколадное пиво градусов там 100 наверное похлеще короче какого-то коньяка не знаю ну прям вставляет и поле до серега выпил бутылку пива очень быстро и сразу улетел куда-то покорять этот мир а горит боже мой гадаем на youtube нет что нет не должен знаешь короче возможно что прикроют а потом откроют это потому что вот эта карта либо вернуть либо найдем какие-то способы то есть не прикроют смерть наоборот означает в основном возрождение чего-то или что-то такое а то есть типа это есть шанс на то что youtube будет работать я думаю да возможно его пытаются установить но просто вот эта карта еще не приводы она такая вполне нормально на выигрыш как будто бы да ну как сказать ну можно и так в принципе продавать и youtube возродится все будет хорошо после смерти лично что смерть означает вы врождение да после смерти будет возрождение не после смерти будет новый youtube короче нет жопу будет возрождение либо вы найдете какие-то обходные способы прощайте завтра у приеду и мигучка добычим мы выехали в город настена боника все остается пару дней и школа этот счастливый период для всех родителей и детей а насти не слышите рона ой закатки красивые тут все-таки закаты все вчера тут отдыхали танцевали мы тоже это все осталось за кадром все что было на даче остается на даче на вчера вот тут танцевали вот там дойдем куда-нибудь вот там может быть спуск красиво закат надо на коне заката это самое лучшее мы выбрали потому что там закат красивый вот закат и тут дерево по середине но мы заняли хорошее место и прикиньте мы когда останавливались не было никого а сейчас смотрите три машины остановились все хотят фоткаться фотосессия кстати это наступило это знаете классно сделать фотосессию красивые какие-то луки подобрать фотографом сюда приехать и на закате пофоткаться это кстати лайфхак не нужно платить деньги только фотограф это даже можно по другу взять она вас насчет на щелкает и все это бесплатно таких мест очень много у нас а вот и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok